В 20-х праздниках является первым во времени празднуется цель как День Всемирной Радости. В этот светлый день на рубеже Ветхого и Нового Завета провелась Благословенная Дева Мария, которая была от века предназначена Божественным промыслом послужить Таня, воплощением Бога. Слово и обидится Матерью Спасителя Мира, Господа нашего Иисуса Христа. Престая Дева Мария родилась в небольшом галилейском городе Назарете. Родители ее были праведные Иоаким и Ана. Иоаким происходил из родов пророка и царя Давида, а Ана из родов предсвященников Аарона. Святые супруги оставались бездетными, так как святая Ана была неплодна. Глубоко страдая от своего бесчадия, они в чтении многих лет молились о том, чтобы Бог даровал им дитя. Достигнув старческих лет, они все же не теряли надежды на милость Божию. Твердо верю, что Богу все возможно, что Он и в старости может разрешить неплодие Анны. Как никогда Он разрешил неплодие Сары, супруги патриарха Авраама. Святые Иоаким и Ана дали обет посетить Богу для сужения в храме дитя, который им послел Господь. Бесчадиеся таяло в еврейском народе наказанием Божией за грехи. Поэтому Иоаким и Ана, люди безукоризненные, чистые, праведные, святые, терпели несправедливые поношения от своих соотчестников, укорявших их тем, что за грехи Бог лишил их потомства. В один из праздников старец Иоаким принес в Версалимский храм сужерку, дай Богу. Однако предсвященник Исаакхан не принял ее, назвав Иоакима недостойным, вменяя ему вину его бесчадия. Зато Иоаким в глубоком горе ушел в пустыне, и там со слезами молился Богу до том, чтобы ему было даровано дитя. Святая Ана, узнав о прошедшем в Версалимском храме, горько плакала, но не раптала на Господа, а молилась, призывая на своего мужа и на тебя милосердие Божие. Господь всегда, слышавший их молитву, исполнил их. Однако, не сразу, а тогда, когда святые супруги достигнут преклонного возраста, приготовились сюда добродетельно к жизни, постоярство в молитве и твердой надежде на Бога, к высокому званию, чтобы родители, преследовавшие Девы Марии, про отцами, по плоти Мессии Господа Иисуса Христа, посланную Иоакиму, Иоанне, Богом Архангелем Гавриеву, принесем радостную весть, что молитвы услышаны, и у них родится преблагословенная дочь Марии, через которой будет даровано спасение всему миру. Обраденные супруги встретились в Иерусалимском храме, возблагодарили Господа и вернулись домой. Сатая Ара зачала и по исполнению срока родила Пресвятую, где в Марию, которая в своей честь, то Твоей добротетелю превозошла не только всех людей, но и ангелов, явившись живым храмом Божиим. И как воспевает церковь в праздничных песнопениях, небесной дверью, вычащей Христа во Вселенную, воскресением душ наших. Звучит песня. Субтитры создавал DimaTorzok